Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Друзья, сегодня наша беседа совпала с одним из самых больших церковных праздников – Днем Святой Троицы или Пятидесятницы. Поэтому прежде я искренне поздравляю всех нас с вами с этим Великим Днем в жизни Церкви. И давайте порассуждаем на тему праздника. Давайте сравним два утверждения. Первое – Пятидесятница – день рождения нашей Церкви. И второе – такое-то число – день рождения какой-то компании. И вот разница между ними в том, что любое земное сообщество – корпорация, рок-группа, гольф-клуб, да какой угодно еще – начинается в той точке, которую сами участники договорились считать началом. Но Церковь – сообщество не только земное, но, что важнее, небесное. Святые и грешники не могли бы договориться без главного участника. Поэтому днем рождения Церкви считается Пятидесятница. И в Деяниях апостолов во второй главе мы читаем. Святой Дух, сошедший на апостолов на Пятидесятый день после воскресения Христа, даровал им знания языков, которые они раньше не знали, орудия проповеди. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. И почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать. Конечно же, схождение Святого Духа – не просто дарование технической возможности говорить с иностранцами. Произошло на самом деле нечто фундаментальное. За несколько недель до этого на прощальной беседе с апостолами Христос обещал умолить Отца послать им Духа Истины. И в день Пятидесятницы обещанное исполнилось. С этого момента у нас, христиан, появляется основание верить, что все сказанное апостолами – истина. Потому что на них сошел Дух Истины. На первый взгляд, это утверждение немного отдает мистицизмам. Но мистицизм исчезнет, если иметь в виду одну простую и понятную вещь. Следствием схождения Святого Духа стало то, что апостолы обрели истинное понимание христианской веры. «Прибывать в Святом Духе – значит правильно верить». Такому пониманию веры апостолам было заповедано научить все народы. Сегодня часто слышишь вопрос сомневающегося. «А почему тот или иной священнослужитель учит меня жизни? Он, конечно, иногда опытный и многомудрый, но все-таки обычный человек, как и мы все. А порой встречаются и хуже нас. С чего бы, с чего ему быть для меня моральным авторитетом? Что можно сказать в ответ? Да, священнослужители по природе – такие же люди, как и все остальные. И я недалеко отстаю. Но в них, то есть в нас, есть то, чего нет в других людях. Священники – преемники апостолов. Рукоположить человека во священника может только епископ. Епископов в свое время рукоположил другой епископ, того, третий и так далее. И вот если пройти по этой цепочке до конца, она приведет к одному из ближайших учеников Христа, на которых в день Пятидесятницы сошел Святой Дух. Гарантия того, что священник или епископ учит правильно, является тот факт, что всех его учителей и предшественников когда-то на заре христианства поставили на служение сами апостолы. Выбирая преемников, они молились о неспослании им даров Святого Духа и возлагали на них руки, отсюда слово «рукоположение». И вот через цепочку таких рукоположений правильное понимание веры, то есть возможности пребывать в Святом Духе от самих апостолов через священников и епископов дошло до наших дней. Это так называемое апостольское преемство, которое в православной и иногда даже католической церквях не прерывается вот уже более двух тысяч лет. Именно здесь проходит водораздел между церковью и любой сектой, именующей себя церковью. В такой церкви глава, который не может подтвердить свое апостольское преемство, не живет Святой Дух. Следовательно, нет в ней ничего от церкви. Ведь церковь – это не просто административный институт, а сообщество людей, которые объединены правильным пониманием веры в Бога, то есть пребывающих в Святом Духе, Духе Истины. Это понимание и дает верующим основание называть Пятидесятницу – день схождения Святого Духа, днем рождения церкви. И все же, почему бы не ввести отчет, например, от времени избрания двенадцати апостолов? Ведь апостолы провели с Христом Бога Бог три года. Неужели этого времени недостаточно, чтобы набраться мудрости, запомнить притча, отправиться проповедовать, иначе говоря, основать церковь? Оказывается, недостаточно. И в этом-то все дело. Церковь начинается не с проповеди и не с телепередачи. Проповедников всегда было много, да и тех, кто выступает по телевидению или радио, или в ином публичном пространстве, тоже немало. Но какими бы красочными не были речи апостолов, какими бы переворачивающими ум не были их знания, все они оставались бы лишь очередными идеями. Но христианство – не религия идей, а религия личного опыта. Да, Христос много говорил, но проповеди и притчи – не цель Его прихода в мир, а не лишь карта, по которой можно найти клад. Что за клад – собственная встреча с Богом. Но для этого мне и каждому человеку нужно внутренне преобразиться. А опыт тех, кто хоть однажды предпринимал попытку преобразиться, показывает, что своими силами победить собственные грехи человек не способен. Нужен ресурс божественной поддержки, который при этом работал бы изнутри тебя. Иначе говоря, нужен Святой Дух. Второе название праздника Пятидесятницы – День Святой Троицы. Апостоли были учениками Бога Сына и через Него знали Бога Отца. В этот день на них снизошел Святой Дух. Так миру была явлена Святая Троица. И раз уж мы говорим о Пятидесятнице, как о начале церкви, мы вынуждены признать, что христианство невозможно свести к этическим нормам и нравственным императивам, хоть они и имеют для христианина огромное значение. Таков ответ тому, кто говорит, «Мне не нужна церковь, потому что я и так хороший человек». Да, человек может быть очень хорошим и добропорядочным, вот только церковь – не совсем об этом. Искать в ней только нравственное самосовершенствование значит упускать главное – возможность стать ближе к Богу и обрести в жизни новое измерение. Быть хорошим человеком – не цель, а средство для этого. Если бы апостолы задались целью сообщить людям новый нравственный кодекс христианина, они бы, вполне возможно, преуспели, потому что заповедь Христа, например, о любви к врагам, для своего времени была и вправду революционной. Но не нужно для этого ждать схождения Святого Духа. О том, что такое быть хорошим, апостолы могли рассказать и раньше. Тем не менее, они замерли и ждали, как и велел им Христос. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Апостолам было бы достаточно начать писать, проповедовать и распространять то знание, которое они получили от учителя. Сами всему научились. Можно и других поучить. Именно так и происходит со всеми другими мировыми религиями. Но не с христианством. Христианство заключается в преображении и убожении человека, а не в идеях. Не может быть христианство без Пятидесятницы. Православие без Духа Святого. Православие без Духа Святого – не православие. Пятидесятница явилась днем примирения и взаимного обретения. Троица – это совершенно особый день, основная черта которого – память о симфонии Бога и человека. В ней выражена полнота и конец замысла Бога о падшем человеке, выражаемое в возможности богообщения. И если в Рождестве усилия Бога еще пока не находят поддержки человеческого естества, ввиду того, что тело находится в омладенческом недозрелом состоянии, то на Пасху естество тела, вырываемое из ада, только дозревает. О чем мы догадываемся из того, что Христос не разрешает к себе притрагиваться Марии, встретившей Его в Гефсиманском саду. И только после Пасхи человеческая природа оказывается готовой к сознательному ответу на предложение Бога заключить новый союз любви. Поэтому Троица – это венец всех праздников нового времени, утвердившей любовь как основу мира. «И дай нам, Бог, найти себя в Божьей Церкви, а в Церкви найти себя в любви, а в любви найти Бога». По нашей слабости мы не можем измениться в одну минуту, как апостолы, но нам непременно нужно меняться и отлепляться от земли и земного. Нам нужно на радость себе и Богу наконец поднять глаза к небу и разглядеть там наш Отчий Дом, в чем пусть и помогает нам Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok